Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Слово эксперту» и сегодня мы постараемся ответить на ряд ваших вопросов из области искусствоведческой экспертизы. Меня зовут Аксинюк Алиси Николаевна, я эксперт-искусствовед. Первый вопрос следующий. Куда сдать картину для искусствоведческой экспертизы? Во-первых, искусствоведческая экспертиза проводится для разных целей. Например, вам нужно узнать стоимость вашей работы просто для того, чтобы в последующем узнать, на какую цену вам надо ориентироваться, чтобы продать ее. Или, например, исследование может проводиться в целях получения справки для вывоза за рубеж. Также, например, искусствоведческое исследование в рамках проводится уголовных дел, например, при краже, соответственно, объектов. Вот. И можно сказать, что в нашей организации проводятся исследования следующего характера. Во-первых, мы занимаемся атрибуцией произведения, то есть определением времени, места создания. И если стоит подпись какого-то конкретного автора, то в данном случае можно выявить, принадлежит ли действительно кисть этого автора работа или нет. Также мы занимаемся исследованием в рамках уголовных дел, а именно обычно ставится вопрос, является ли объект особой культурной ценностью, поскольку статьи различаются. Единственное, что в нашей организации не проводится, это мы не делаем исследования с целью получения разрешения дальнейшему министерству культуры справок для вывоза за рубеж, поскольку этим занимается специально аттестованный эксперт от министерства культуры. Второй вопрос. Является ли подпись на картине доказательством авторства? Ну, нет, нельзя сказать сто процентов, что это именно доказательство авторства, поскольку история знает немало случаев, когда, во-первых, ставились подписи впоследствии, когда, допустим, более именитые художники подписывали работу своих учеников. И надо сказать, что исследование подписи – это просто всего лишь один из этапов исследования. Не всегда он даже принимается во внимание, поскольку подпись на живописном полотне, она ставится при помощи краски, там нет нажима. И, соответственно, когда работают эксперты-почерковеты, не всегда они могут свои методики применить. Это просто еще одно дополнительное исследование, которое может склонить эксперта в ту или иную сторону при возникновении каких-то сомнений. Является ли картина маслом культурной ценностью? Ну, начнем мы с того, что культурная ценность, понятие культурной ценности – это понятие юридическое. Оно у нас существует в нескольких законодательных актах. Например, при вывозе за рубеж тоже определяется, является ли культурной ценностью и какого времени, соответственно, это изделие для того, чтобы разрешить или не разрешить вывоз. Ну, как я уже сказала, наша организация этим не занимается. И второй момент – это, опять же, вот как раз исследование в рамках уголовных дел, когда нужно выяснить, является не просто культурной ценностью, а особой культурной ценностью, то есть, да, выше имеет не только стоимость ценовой, но и интерес больше, допустим, коллекционеров будут представлять с точки зрения истории, с точки зрения культуры, да, может быть, интересно, допустим, музейным организациям. Так вот, мы не можем, конечно, на такой вопрос ответить, является ли картина ваша конкретная особой культурной ценностью, не видя эту картину, то есть, ее надо смотреть, для этого проводится отдельное исследование. Спасибо за внимание, на сегодня все. Если у вас появились вопросы, можете задать их в комментариях, либо обратиться непосредственно к нам по координатам, указанным на сайте.